Привет! Как дела? Сегодня, как и обещала, я расскажу вам о Lancaster House, который всегда фигурирует в сериале Корона как Букингемский дворец. Для меня было интересно смотреть фильм и видеть, как машина подъезжает к Букингемскому дворцу, а входят они в главный зал Lancaster House. В этом дворце снимались такие фильмы, как «Молодая Виктория», «Король говорит», сериал «Аббатство Даунтон» и некоторые сцены из Шерлока Холмса. Ну и также другие фильмы и сериалы, менее популярные и менее знаменитые. Очень много съемок проходит в этом дворце. Я была в этом палосе, в этом дворце единственный раз в 2018 году. Попала туда абсолютно бесплатно на фестивале Open House London, который проходит в Лондоне ежегодно в третий, по-моему, уикенд сентября. В этот уикенд, о котором я вам уже рассказывала, вы можете посмотреть в этом ролике, можно попасть в практически каждое здание, которое открыто для публики, только единственный раз в году в дни проведения фестиваля Open House London. Поэтому я за все 8 лет жизни, правда, я, наверное, узнала о нем только уже на второй год своего проживания, то есть за 7 лет своей жизни в Лондоне, постоянно ходила в эти два дня, изучала Лондон изнутри, входила в здание, в которое обычный человек не вхож. Но можно посетить эти здания именно в этот день, в день открытых дверей. Так вот, в Ланкастер Хаус я и попала в день открытых дверей, забронировав себе билет заранее, потому что Ланкастер Хаус это одно из тех зданий, в которое попасть даже в день открытых дверей очень сложно. Надо бронировать заранее и надо следить, когда выпускают билеты, потому что обычно на Open House London можно забронировать билеты только тогда, когда выходит программа. Но в некоторые здания, очень популярные и в которые билеты расхватываются за один день, надо смотреть, отслеживать еще раньше. Если программа выходит в 15-20 числах августа, то Ланкастер Хаус я, по-моему, забронировала аж в июне. Ну, я уже рассказывала, как бронировать такие популярные здания, вы опять же смотрите в ролике об Open House London фестивале, там все подробно рассказываю, как угнаться за билетами, а также в каких закрытых зданиях я уже побывала, о которых я вам тоже буду позднее рассказывать. Так вот, Ланкастер Хаус. Мы посетили его с моей подругой, дождались группу, по-моему, у нас группа была в 11 часов утра, всего было человек 15. И нам дали экскурсовода, который провел нас по всем комнатам Ланкастер Хаус, рассказал, что означает та или иная комната, что там проходят, какие банкеты, конференции, а также картинная галерея. Все это, абсолютно все фигурирует в сериале Корона. И так было интересно смотреть этот сериал, который я, кстати, недавно посмотрела. В Лондоне абсолютно не было времени смотреть местные сериалы. Так вот, в этом сериале я абсолютно каждую комнату узнала, и было просто какое-то такое чувство непонятное, что вроде бы как показывают Букингемский дворец, а ты находишься внутри Ланкастер Хаус. То есть, если ты знаешь изначально, что это Ланкастер Хаус, ну, как-то становится не очень по себе, какое-то такое вранье небольшое. Но я понимаю, в Букингемском дворце никто не может снимать фильмы. А Ланкастер Хаус как раз-таки открыт для съемок. Если вы зайдете на его сайт, то увидите предложения и контакты, по которым можно связаться и организовать съемку. Хоть свадебную, хоть киношную, какую хотите, лишь бы мани-мани были. Ну так вот, Ланкастер Хаус это огромный такой мэншен-хаус, как это назвать, отдельная такая резиденция, отдельно стоящая резиденция. Изначально он назывался Йорк Хаус, потом он стал называться Стаффер Хаус, а затем превратился в Ланкастер Хаус. Он находится недалеко от Букингемского дворца, рядом с Сан-Джеймс Палас, то есть с дворцом Сан-Джеймса. И когда-то он даже входил в комплекс Сан-Джеймс Паласа. Сейчас это здание принадлежит Foreign and Commonwealth Office, то есть офису МИДа, в котором я тоже была. Он находится на White Hall, и там я тоже побывала в один из дней открытых дверей. Тоже чуть-чуть попозже расскажу и покажу. И вот мы зашли в этот Ланкастерский дворец, перед нами открылась такая удивительно огромная лестница, очень красивая, с длинными такими высокими колоннами и с необычно красивым потолком. Я очень люблю разные архитектурные детальки, и вот там было очень много чего порассматривать. Огромные золотистые скульптуры, всё из золота слеплено и выставлено, так скажем, на показ. Богатый дом, богатый, красивый и просто шикарный дворец. Ну и когда нас собрали всех отдельно группкой, повели по разным комнатам, рассказывая историю, показывая какие-то отдельные детали. В банкетном зале, например, нам рассказывали, какие выставляются таблички для королевских персон или для аристократов, какие выставляются предметы и вообще какие проходят мероприятия, званные ужины, обеды, конференции и семинары. Абсолютно всё можно организовать в этом дворце, потому что здание надо как-то обслуживать. Для этого нужны финансы, поэтому здание пытается зарабатывать само по себе, предлагая вот такие услуги частным лицам. Ну и, естественно, эти услуги возможны только когда дворец не забронирован для каких-то политических событий, потому что там очень часто проходят встречи политиков, какие-то конгрессы и так далее. По залам, значит, что я помню, был банкетный зал, где была такая расстановка для официального, по-моему, королевского ужина. И там лежали тарелки, такие ножи, ложки, вилки, выложенные в определенном порядке. И вот нам рассказывали, каким ножом есть яйца, каким ножом есть улиток и так далее. Потом была картина галереи, я мне запомнилась, она тоже таких огромных размеров, вся в позолоте и, по-моему, там зелёный такой ковёр. Мы с подружкой ходили, я сначала всё снимала, пока нам рассказывали, слушала. А когда уже уходили все в следующий зал, мы стали фотографироваться в тех залах, в которых уже никого не было. Были какие-то чайные комнаты, гостиные, музыцирование, по-моему, ну что-то такое. А самое интересное, я же люблю собак, и в холле при входе на второй этаж, там стоят такие красненькие кресла, и там лежала из пола собачка. Я её сфотографировала, она немножечко такая недовольная была, но один кадр получился хороший, она так улыбает. И опубликовала её в Инстаграме после этого. И мне Ланкастер Хаус лайкнул мою фотографию и написал, это наша собака Олли. То есть эта собачка живёт в этом Ланкастерском дворце, и даже Ланкастер Хаус, ну, Инстаграм Ланкастер Хаус нашёл мой пост и лайкнул. А я им ответила спасибо за ваш добродушный приём. Так что было интересно посмотреть, как выглядит дворец изнутри. И это произошло абсолютно бесплатно. Кроме того, у них сейчас, я уже говорила, что я писала диссертацию на тему виртуальной реальности в бизнесе, и вот одной из функций виртуальной реальности в бизнесе, а это, получается, в музейном бизнесе, скорее всего, ну, то есть направление идёт на то, что музеи скоро будут показывать в виртуальной реальности абсолютно все залы. Вы сможете надеть очки и прогуливаться по Лувру, по Прадо, по Эрмитажу абсолютно бесплатно, не выезжая из своего дома, сидя где-нибудь в Китае или в США, и прогуливаться вот по таким вот знаменитым мировым музеям. И вот Ланкастер Хаус уже предлагает такую функцию. Я вам оставлю ссылочку на их сайт, где вы можете прогуляться по Ланкастер Хаус в своём компьютере, или если у вас есть очки виртуальной реальности, я думаю, вы сможете просто, надев эти очки, пройтись по Ланкастер Хаус и изучить абсолютно все комнаты. Это очень интересно, что то, о чём я писала свою диссертацию по MBA, уже начинает действовать. Так что наслаждайтесь походом в Ланкастер Хаус абсолютно бесплатно и в виртуальном пространстве. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»